Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здесь, подожди, я только по минуту. Да, подожду здесь. Эх, Костя, пять лет уже, хороший ты был мужик. Жаль, только с трудностями не справился. Зачем стреляться-то было? Нашли бы мы выход. Зачем стрелять? Спокойно. Делай, что я говорю. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лёхе заняться нечего? У меня Саша упала. Чуть не убил, деточку мою. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, 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 все. Заню ответишь. Мне Саня прислала сообщение, мне надо кучу всего в магазине купить. Все, пока. Давай, давай, беги быстрее. Хорошей дороги. А после развода я понял, что меня в Москве вообще ничего не держит. Бизнес налажен, родные все здесь, ни одной родной души в Москве. Вот и вернулся в Калининград, чтобы, знаешь, ощутить это чувство заново. Ну, как тебе описать? Да ладно. Понятно все. Когда все вокруг привычно и родное, когда, когда твои друзья – это друзья детства. Когда кажется, что трагедии прошлых лет как будто и не было. Да. Точно. У тебя тоже так было? Угу. Только мне уезжать было некуда. Некуда бежать. Прости, я сравниваю какой-то тихий мирный развод с твоей трагедией. Как ты вообще это пережила? Просто мне есть на кого опереться. И как его зовут? Алексей. Я надеялся, ты скажешь, в барсик. Ладно, глупая шутка, прости. Спасибо, что выслушала, мне правда стало легче. Холод. Я пойду домой. Так пойдем, я тебя подвезу. Пойдем, пойдем. Пойдем. Серый, говори, что хотел? Помнишь, на прошлой неделе у меня было дело, где рабочего ограбили и убили? Вот. Ну, ты еще говорил, что… Ты еще говорил, что не могли его ради старого мобильника вот так раскатать по асфальту. Ну, 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 ну. Ты прям как-то здорово проинтуичил. Потому что сейчас опера взяли исполнителя, а он сдал заказчицу. Ну и чтоб один на зону не пошел, он взял ее с собой. Она оказалась его бывшей, из ревности. Слушай, ты на мою интуицию так сильно не полагайся. Работе все равно придется. Ладно, все, давай. Пока-пока. Давай, мешаешь. Я сегодня посмотрел суточную сводку. Что у вас там до школы такая, а? Окна бьет, одежду краской пачкают. Это как-то не школа, это тюрьма строгого режима. Не знаю, не спрашивай. Камеры поставят только на следующей неделе. И все. Дети, дети просто с ума посходили. Сегодня раковину в туалете разбили. Граффити оставили директорицей на сцене. А главное, ты понимаешь, каждый раз никто ничего не видел. Ну, тут два варианта. Либо особо опасная банда, либо вредители, ну, прям международного масштаба. Выбирай. Вот именно это мы обсудим завтра на ПИД-совете. Точно, все правильно. Хорошо. Как твой день прошел? Нормально. Ничего особенного. Сначала написала план открытого урока, а потом встретила одноклассника, попить домой, выпили кофе, все. Угу. Ну, мне уже можно начинать-то ревновать к однокласснику? С какой стати? Ну, не знаю. Здравия желаю, капитан Барышев. Здравия желаю, здравия желаю. Какие новости? Новости такие. Вот в Петербурге очередная расчлененка утопили в мойке. Слава тебе, Господи, что не у нас. Угу. Слушай, по поводу интуиции. Там вчера, это, около подъезда моего машина стояла, а там мужик. И пялится на шок. Наприкинь? Что, следит за тобой? Не знаю. Нам пробейте мера, ладно? Леха, что, сам не будешь, что ли? Не могу. Так. О, новость. Жена сделала мужу смертельный подарок. Бросила в джакузи сухой лед, чтобы туман получил своим селфи. Покруче было. Муж погиб от отравления углекислым газом. Все в Москве. Алексей Алексеевич, начальство вызывает. Новое дело. Ага. Пробей, ладно? А то сейчас она загрузит по полной. Есть. Евгений Гварьевич, можно? Проходи, Алексей Алексеевич. Как отдохнули? Присаживайся. Пропал адвокат Самиров. Помнишь такого? Николай Самиров. Николай Самиров. Николай Самиров. А, да. Это который коррупционеров отмазывает. И публично ругает органы. Скажем помягче. Известный защитник в сфере экономических преступлений. Ага. Ты с адвокатами поосторожнее. Хорошо. Его водитель убит. Сам Самиров исчез. Давай вперед. Разберись. Только, что все тип-топ. Нападки в СМИ нам не нужны. Могу идти? Да. Лех! Пробили машину, которую ты просил. Принадлежит Илье Карпинскому, бизнесмен из Москвы. Приделся в Калининграде. Детей нету. Разведем. Судимости тоже нет. Ага. Спасибо, Серега. Я побежал. А что, интуиция нам ничего не говорит? Труп водителя нашли утром. Рыбак. Берег здесь пустынный. Народа нет. Давай, Ким, что? На песке обнаружены следы. Самирова еще одного. Судя по размеру обуви мужские, следы ведут к берегу. Самиров и второй, скорее всего, уплыли на лодке. Лодке? А зачем Самиров сюда приезжал? Он сюда каждый год приезжает. Здесь покончил с собой его бизнес-партнер. Кто-нибудь знает об этом? Примерно все. Он выложил это на своей странице в соцсетях. Самиров, видимо, упоминал друга коньяком. Тут только его отпечатки. Ага. Так. Значит, Самирова привез водитель. Водителя убили, а самого Самирова везли на лодке. Это похищение получается. А там жена, семья есть? Да, женат. Жена Наталья сейчас в клинике на сохранении. Наталья Викторовна, можно? Да, сходите. Следователь Леонидов. Вот. Вы нашли мужа? Нет. Пока не нашел. Как вы себя чувствуете? Нормально? Я могу задать вам несколько вопросов? Да, конечно, спрашивайте. Только я ничего не знаю. Ну, как ничего не знаете? Ну, хорошо. Знаете, когда последний раз видели своего мужа? Так-то он каждый день звонит по несколько раз, а лично виделись 10 дней назад. И увез принц принц принцессу, и жили они долго и счастливо. Как ты, дружочек? Утром малыш толкался. Вот решил почитать ему сказку. Успокоился. Да? Кажется, ему нравится. Привет. Это папа. А почитай ему другую сказку. Папа сейчас очень занят. Ему нужно изучать подзаконный акт. Ну, посиди с нами немного. Так мне кажется, что ты такая бледная. Надо тебе понаблюдаться у врачей. Мне уже гораздо лучше. Не спорь, пожалуйста. Мне будет спокойнее, если с тобой присмотрят врачи. Ты самый лучший муж и самый лучший папа. Ну, вечером я и оказалась в клинике. Вот и все. Вы не обратили внимание на состояние мужа? Может быть, он был взволнован? Что-то с ним происходило? Нет? Коля всегда очень серьезный, обо всем беспокоится. Я, наверное, поэтому вышла за него замуж. Номер неизвестный. Спам, наверное. Давайте посмотрим. Да, конечно. Меня оставят в живых, если этой ночью под пятой опорой от воды разрушенного пирса в конце Заводкового переулка будет лежать три миллиона рублей. Эти деньги должна принести ты, Наташа. если появится полиция, то мне не жить. Я тебя очень люблю. Тебя и нашего малыша. Так. Господи, все, 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 аккуратно. Господи, Коля, вы же мне поможете, да? Да, конечно, конечно. Присядьте, пожалуйста. Наталья Викторовна, пожалуйста, присядьте, пожалуйста. Я сейчас, я сейчас вызову врача. В вашем положении нельзя волноваться. Сядьте, сядьте. Нет, стойте, стойте. Так, значит, вы сейчас пойдете к нам домой. Я вам скажу, код от сейфа, там деньги мужа много. Вы возьмете, принесете мне. Я сейчас все отнесу на это место. Спивьте, пожалуйста, Наталья Викторовна, спятя. Мы с оперативниками все делаем с... Кому вы звоните? Добработница. Она должна сейчас убираться дома. А какой зовут? Толгатова. Жанна Толгатова. Да у него никто не берет труп. Сейчас, Саша, я врачом. Все чисто. Чисто. Жанна приходит каждый понедельник и четверг с часу до четырех. И всегда предупреждает, если не может прийти. Сейф открыт! Не трогайте, пожалуйста, руками. Надо еще снять отпечатки пальцев. Кто-то пропал. Миллионов пять, не знаю, может больше. Это Жанна нас обокрала. Телефон у Жанны Толгатовой выключен со вчерашнего дня. Она и ее отец Марат живут здесь неподалеку в съемной квартире, недалеко от Самировых. Да. Телефон у нас тоже выключен. Мы связались с хозяйкой квартиры, она готова сотрудничать. Я без вас не заходила, чтобы все следы преступников сохранить. Почему считаете, что у Толгатовой преступники? Сразу мне не понравились. Требовали официальный договор заключить. Ну, вот же у вас официальный договор. Он меня вынудил. Этот Марат, он жуткий такой. Раньше спецназовцем был в горячих точках. Угрожал мне. Чем? Что настучит на меня за неуплату налогов за сдачу квартиры. Грозил участковому пойти и в налоговую. Угу. Ну что, подались? А что мне слабой женщине делать? Ну, я им в договоре зверские условия прописала. И цену выше. И что? Заплатили? Да. И все условия договора соблюдали. А тут опа, просрочили. Я обрадовалась. Собиралась их выкидывать с полицией. Что же они так привязаны к этой квартире? Удобно им по расположению. Он в забегаловке работает рядом. Она в богатом доме недалеко. Не обращали внимания на взаимоотношения отца и дочери? Отец Жанну в строгости держит. Парня у нее нет. А у отца частые приступы гнева случаются. Ого, неплохо. Алексей Алексеевич, видео Жене Самирову переслали с телефона, оформленного на левые данные. Локацию сейчас определяют. Мы проверили клинику, Наталья ранее ее не покидала. Ну, хорошо. Значит, план передачи выкупа разрабатываем с учетом того, что у Самирова возможно похитили отец и дочь Талгатова. Парни, только надо быть очень аккуратным, потому что Талгатов бывший спецназовец. Ох, это осложняет дело. А мы справимся. Значит так, вот что мы... Подожди. Дежурка. Леонидов, слушаю. Так. Понял. Спасибо. Самиров звонил в службу спасения. Извините, я немного неясно излагаю, просто шок еще не прошел. Да, я понимаю, понимаю. Вас похитил Марат Алгатов, убил вашего водителя, держал в лесу сели выкупа. Все верно? Да. И я его застрелил. Марата. А потом добежал до шоссе, остановил машину, попросил телефон. А я же, понимаете, я в людей вообще никогда не стрелял. Но я когда услышал, что он дочери сказал, что все равно меня убьет, когда заберет деньги, у меня как будто второе дыхание открылось. А как вы обезоружили Талгатова? А когда он ко мне очень близко подошел, я сделал потечку, сбил его с ног и... А деньги? Кто должен был забрать деньги? Сам Талгатов? Нет. Его дочь. А он меня просто... Я могу показать это место, где... Нет, не надо, я знаю, где это. Потрясающе, как быстро все. Геолокация в телефоне. Да, послушайте, вам бы, не знаю, отдохнуть. Да ну что вы, я вот так счастлив, что... Мужики! Сейчас вас снимут отпечатки пальцев. Ну, так надо. Понимаю. Давайте, давайте, поживи. Здравствуйте. Никакого мусора нет. что по первому осмотру скажешь? Застрелили на территории выстрелов. Смерть наступила три, три с половиной часа назад. Точнее, скажу позже. Тима, у тебя? Это кустарный пистолет, пулемет Крога. Из такого застрелили водителя, Самирова. А, следить сможем? Вряд ли. ПП контрабандный. Наследие балканских войн 90-х. Кстати, Толгатов вывод, возможно, связан с международным братством тиранов. Так что все возможно. Пальчики есть? Толгатова и Самирова. Все совпадает с рассказом Самирова. Так. Толгатов и Самиров были здесь не более 12 часов. Бутылка воды одна, еды нет. Ну и мусора тоже нет. Евгений Борисович, спасибо вам большое за все. Не прав я был, когда органа ругал. Очень эффективно работаете. Очень. Спасибо. Евгений Борисович, можно восстать кончиков? Одна секунда. Простите, я на минутку. Спросите, у Самирова давал ли Толгатов ему воды пить? Старший следователь Леонидов. Уймись, Самиров настроен конструктивно и доброжелательно. Дело закрыто. Так что подключи Барышева, пусть оформляет. А сам займись поисками домработницы. Разми показания и адрес. А вот, кто меня особенно восхищает. Какой такт, какое внимание к деталям. Даже если вы Жанну и деньги не найдете, доплевать. Нет, найдем. Обязательно найдем. И очень быстро. Спасибо. Спасибо. Мне домой нужно к жене. Там еще журналисты приехали. Интервью нужно давать. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Нельзя обвинять человека только на основе домыслов. Любовь Константиновна, вы понимаете, что начнется травля. Да, да, я считаю, что даже ваш опыт – это не повод обвинять человека. Любовь Константиновна. Всего доброго. Что случилось? Наша учительница биологии, эта ответственная женщина, попросила класс назвать ей имя предполагаемого хулигана. Ну, то есть того, кто пакостит. Ну, ну. Ей, конечно, сказали. Ну, конечно. Позвонила одна родительница и сказала, что ребята подозревают Гошу кляну. А он новенький, понимаешь? Он в классе так и не прижился. А доказательной базы нет? Показатели нужны? Вот именно. Да, у нее ничего. У нее только доводы и полная уверенность в собственной непогрешимости. Нет, я не оставлю. Я буду завтра разбираться. Угу. Прости. Как ты? Как твой день? Раскрыл преступление по горячим следам. Я счастлив. А почему голос грустный? Наверное, просто устал. Ну да. Просто устал. Тебе какого урока? К третьему. Ну, я пойду раньше, мне надо переговорить с электрисой. М-м-м. Переговорить с электрисой. Может быть, позавтракаем где-нибудь? В красивом месте копьяку попьем, а? Давай. Пожалуйста. Да. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну, естественно. Ну, с работы. Мобильный Жанны Толгатовой только что появился в сети где-то в районе деревни Болматова. Они когда-то с отцом там работали на ферме. А позавтракать? Позавтракать по дороге. Обещай мне, пожалуйста, что ты поешь. Угу. Пойдем. А ты мне обещай, что позавтракаешь в красивом месте и выпив вкусный кофе. Договорились. Да? А где моя штучка кофе? Сейчас. Еду уже, еду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я же на пятьдесят километров один участковый. Как уследить-то? Здесь на всю деревню, вон, только бабка одинокая живет. И этот недавно с зоны откинулся. А он кто? Дмитриев. Осужден был за тяжкие телесные, потом за изнасилование. Но вроде справился и какой-то тихий стал. Бабушку. Да простите. Алексей Алексеевич, у зэка похоже отравление паленой водкой. Следов насилия нет. Зато здесь есть свежесожженная женщина. И судя по найденному телефону, это Жанна Талгатова. Она, вероятно, приехала сюда отсидеться, а зэк ее увидел, ограбил, может, изнасиловал, убил и сжег. Потом продолжил праздник и отравился паленой водкой. Слишком все просто получается. А денег не видели? Ну, пять миллионов рублей, нет? А вы? Пять миллионов? Нет, я же после вас приехал. Но бабка говорит, что видела большую блестящую машину. Но ей верить нельзя. А она и чертей видеть может. Ищем деньги, пакуем косточки и лабораторию, а я в начальство. Барышев говорит, что там уже дело, суд пакует. Разбираться надо. Илья, привет! Что ты делаешь? Слежу за тобой. Прости, глупая шутка. Я думал по поводу вчерашнего разговора. И, знаешь, правда считаю, что... Ну, жизнь с тобой жестоко и несправедливо обошлась. Я в жалости не нуждаюсь. Секунду. Да, Любовь Константина. Александра Викторовна, посмотрите новости, пожалуйста. Нашу школу эвакуируют из-за угрозы пожара. Кто-то позвонил на телефон экстренных служб. Да, спасибо. Я посмотрю. Спасибо за информацию. Что случилось? Все хорошо. Просто нашу школу эвакуируют из-за угрозы пожара. Кто-то позвонил в экстренные службы. Значит, ты можешь не идти на работу? Похоже на то. Там всем сейчас не до меня. Ну, это знак. Саш, может быть, мы можем поехать в какое-нибудь другое место, и я тебе все объясню. Если, конечно, у тебя есть время. Я тебя прошу, просто выслушай меня. Да ладно, конечно. Пожалуй, можно выпить кофе. Отлично. Поехали. Да! Евгений Борисович, могу войти? Заходи. Все уже оформили для передачи в суд. А в суд, я думаю, пока рано, мы не нашли денег. Это мелочи. Самиров сам сказал, что на деньги ему наплевать. У нас в кои-то веки все быстро и гладко. А ты хочешь все испортить? Может, ты звездной болезнью заболел после того, как тебя в прессе нахвалили? Евгений Борисович, ну, при чем здесь это? Закончили. Давай, иди занимайся другими делами. Здорово. Вот он, герой наш, восславленный в прессе. Слава его от находки до перца. Стихоплет. Давай посерьезней. Че? Здорово. Здорово. Дорогим. ДНК сгоревшего трупа полностью соответствует ДНК Жанны Толгатовой. И, Алексей Алексеевич, могу вас поздравить. Вас-то классно написали. Эй! Ким, красава! А че тебе не нравится? Что не так-то? Ты ж теперь у нас звезда. Все не так, все не так, все не так. Так, смотри. А что, если нам последить за Самировым? Ты меня сейчас так спрашиваешь, как будто бы ждешь ответа. А, действительно. Ну, ты же уже все решил? Да. Ну, что, вот море, вот кепи, пожалуйста, шуруйте, Алексей Алексеевич. Благодарствую. Ты, главное, к ребятам в дежурку не заходи, там вообще спектакль поставили. Хи-хи. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Там очень много людей. Прости, пожалуйста, просто родительский чат сходит с ума. Из-за чего? Одна наша учительница поделилась своим мнением, кого она подозревает в пакостях. Просто свинство. А помнишь, как меня гнобили, когда у классной деньги из кошелька пропали? А, да. А воровкой оказалась девочка-отличница. Нас проукрала идиотка, потом сама же всем по секрету рассказала. Ты одна за меня заступилась. Правда? Ой, слушай, я даже не помню. Дело прошлое. Саша, да дай ты им вышторгнуться, они успокоятся и включат мозги. Ты же сама мне об этом говорила. Да ты прав. Я... Просто я тоже на эмоциях. Ты хотела о чем-то поговорить. Тебе нравится быть учителем? Ой, это отличный вопрос. Сегодня утро. Да. Да, мне очень нравится. Я предлагаю тебе открыть свою частную школу в Калининграде. Ты будешь директором, все будет так, как ты захочешь. Я инвестор. Как тебе такое предложение? Извини. Извини. Да. Ты уже в Коля? Нет, кофе пью. Ну, молодец. Кофе пьешь? Замечательно, роскошно. Давай, мой хороший, я тебе скоро перезвоню. Давай, пока-пока. Это твой Алексей звонил? Да. Узнала, что школу эвакуирует. Волнуется. Илья, ты меня немного удивил. Это не чудачество и не прихоть. Я все обдумал. В Москве у меня бизнес налажен. Мне там делать нечего. Там раз в две недели буду туда летать, бумажки подписывать. Все. Все равно это немного странно. Саш, ну, пожалуйста. Ну, я не пытаюсь к тебе подкатить. Я просто хочу затеять второй бизнес в родном городе с человеком, которому доверяю. Точно ничего личного? Нет, ну, есть кое-что личное. Я просто чувствую, что я тебе должен и хочу вернуть этот долг в благодарность. И ты можешь сразу не отвечать. Подумай. Куда тебя отвезти? В школу. Учителей собирают на экстренный педсовет. Как скажешь. Ну, смотри. Адвокат Самиры встречался с Каковиным, директором детективного агентства. Ну, а что тебя смущает? Детектив роет информацию на одного из супругов по делу о разводе, может быть. Ну, а что не так? Да вроде ничего не тут. Все нормально. Нормальное агентство. В скандалах не было замешано. Занимается всякой ерундой, знаешь, типа, измены, трудовые споры. Но Каковин, он бывший следак из Питера. И что такого? Половина наших работают в детективных агентствах? Не его уровень. Ну, ладно, хорошо. А если даже агентство это прикрытие, как ты к нему подкатишь? Ну, есть чем подкатить. Смотри, за улыбкой странная. Ух ты, ничего себе. Спокойно. Токарева Дарья Денисовна. Моя бывшая девушка и по совместительству личный секретарь Каковина. У тебя девушка была? Прости, пожалуйста. Все. Сейчас вот от лица Саши говорят. Ты у меня доиграешься, смотри. Саше, не о чем волноваться. Все, я уехал. В смысле уехал, Леша? А меня подбросить? Падай давай! Эй, вставай. Давай я тебя на кроватку принесу. Давай, на ручках. Не надо. Не надо. Я сама дойду потом. Как ты? Ну, что, нормально. Устала? О, да. Столько эмоций на подсовете. Но! Ты знаешь, директриса на моей стороне. Все. Больше никаких доносов, допросов и разговоров с подозреваемыми. Только доказательства. Ты, мой герой. Я-то покрыжусь. Пришла домой, сразу заснула. Даже ужин не готовила. Ну, не надо. Так. Пойду побегу. Любопытно, что Самиров и Каковин предпочли встречаться на парковке, а не в кафе или в офисе. Если бы я не знал, что ты респектабельный адвокат и благонадежный частный детектив, я бы решил, что это два преступника. Нужно выяснить, что за дела их связывают. Алексей Алексеевич, у меня новое дело. В заливе найден женский труп, поэтому я тебе сегодня не помощник. Аля Улю. Ну и не надо. А я буду поднимать старые связи. Ух ты. Это ты сейчас не продашивали? То есть, подстроишь вашу якобы случайную встречу, симитируешь непогасшие страстные чувства, ай-яй-яй-яй. Алексей Алексеевич, до добра не доведет. Нет, не буду я ей манипулировать. Просто попрошу помочь. Она хорошая девчонка, милая, наивная. Поможет. Не мне, конечно, тебя учить, но была милой, была наивной. Тебе это поможет при общении с нынешней женщиной. Удачи. Пока. И вам не хворать. Тоже на такой температуре шерсть стирает. Ой. Привет. Ты знаешь, что ты только что-то не убил свой свитер? Срочно вызывай скорую помощь, но спаси мой свитер. Я умоляю тебя. Да, я его спасла. Что-то тебе листочек. Какой-то не нужно, тебе нет? Что за листочек? Что за листочек? Леша, мне кажется, нам надо поговорить. Труп жертвы достали из воды. Скорее всего, упала вон оттуда. Понятно. А вокруг все осмотрели? Все осмотрели, следов борьбы нет. Самоубийство. Странное самоубийство. Здесь вроде мелко. Мелко, да только там торчат острые железные арматурины. А, она умерла мгновенно. Сердце пронзено металлическим обломком. Понятно. Ну, а что место? Никто ничего не видел, что ли? Мы нашли машину жертвы. Подростки ее уже вскрыли и обокрали, но в бардачке оказалось водительское удостоверение. Курдова Марья Анна Николаевна, 84-го года рождения. Слушай, симпатичная при жизни была. А что жена решила-то с жизнью счета свести? Да странно, причин вроде нет. Успешная бизнес-леди была, судя по соцсетям. Уже несколько лет, как вдова, детей нет. Ну, каждую вторую посмотришь, миллиардеры. Понятно. Так, а чем занималась? Частная реновация. Покупала убитые квартиры и дома, приводила в порядок, продавала в разы дороже. Хороший бизнес. Кого там черт принес? О! А вот тебе и первая ниточка. Старшая сестра жертвы подала в розыск. Вот с ней и начнем. Я просто во дворе увидел машину с московскими номерами. Вот и все. Да, и что? И там сидит, ну как чего? Там сидит какой-то мужик и смотрит, пялится на окна. Леша, он просто подвозил меня в тот вечер. А чего он сразу не уехал? Ну чего, почему? Я его потом на следующее утро еще раз видел. Да, я просто не успела тебе об этом рассказать. О чем? Леша, он сделал мне предложение. В смысле? Леша! Ты серьезно? Чего-то смеешься? Леша, он открывает частную школу, зовет меня стать там директором. Ничего себе поворот. Чего ты решил, а? Я ничего еще не решила. Ну, надо что-то решать. Ну, решим. Я просто думаю. Я знаю. Потерпишь? Нет. Ну, все, пока, пока, пока. Мне правда пора идти. Все, спасибо, что объяснила. Саня, я не волнуюсь. Ну, как хочешь. Да нет, конечно, все. Хорошего дня, глупый. Не тебе. Господи, Марийка, сестра. Людмила Николаевна, я правильно понял? Вы единственная наследница сестры, да? Все из-за этого у меня есть к вам вопрос. А где вы были четыре дня назад? Ужас. Я развлекалась, когда она умирала. Она, наверное, не хотела, чтобы я помешала покончить жизнь самоубийством, да? Как я не догадалась. Подождите, а что вы имеете в виду? А, во вторник Марьяна подарила мне билет на трехдневный семинар по женскому саморазвитию. Вот. Ну, и опять мы весь вечер с Гришей просидели дома. М-м-м. Понятно, все. Поэтому... Вот тебе. Подарочек. Что это? Я оплатила тебе трехдневный семинар. Ну, это очень дорого и зачем мне... Ты мои деньги не считай. Развеешься, развлечешься. И, наконец, может, надумаешь уже развестись со своим нудным Гришей. И подцепить настоящего мужика. Я тебя отправляю. Лови. Спасибо. То есть, она была веселая, жизнерадостная и ничего не предвещала? Да. Ну, вообще-то, у нее жизнь была не сахар. Она пять лет назад мужа потеряла. После этого все время пыталась забеременеть от анонимных доноров. Но ничего не получалось. И врачи намекнули на усыновление, но... Но она все равно хотела родить своего ребенка. Да. Угу. Очень сильно переживала, скрывала это, но все равно видно было. Ну, понятно. Вот и магнум? Или парабеллум? Еще не решил. Леха, проблемы? Иногда пистолет, это просто пистолет. А не манифестация моего бессознательного. Вот точно, как ты мне это сказал, это и есть манифестация твоего бессознательного. Машина, которую ты пробивал, принадлежит однокласснику Саше. Это который Илья Карпинский? Разведен, без приводов. Ага. Разведен, прикатил из Москвы и предлагает Саше стать директором его частной школы. А я сам инвестор, понимаешь, да? Понимаю. Но иногда инвестор, это просто инвестор. Ладно. Я уехал. Мне нужно еще контакт с информатором устанавливать. Леш, только поаккуратнее, ладно? Угу. Без эмоций. Хорошо. Заневская, Александра Викторовна. Заневская, Александра Викторовна. Илья, это запрещенный прием, ты на меня давишь. Это не манипуляция, это искусство переговоров. Я просто хочу, чтобы ты четко представлял, от чего отказываешься. Или на что соглашаешься. А накидай, ну так, план развития своей школы на страничку. Это еще зачем? Ну, это чтобы ты сама понимала, надо тебе это или нет. Даш, привет. Опа. Да. Леша. Леонидов. Привет. Привет. Приятно, что узнала. Слушай, а мне как раз сегодня снилось что-то очень приятное. Да? Сон был вещь. Наша встреча не случайна, это судьба. Ну, не буду врать, встреча действительно не случайна. Слушай, давай мы найдем какое-нибудь местечко, к нам поговорим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!